Всем привет! Сегодня я буду готовить тыквенное яблочное пюре для маленьких деток. Рецепт очень простой, вкусный. Также на канале есть рецепт тыквенного сока. Я оставлю ссылку в описании под видео. Заходите, смотрите. Итак, для этого рецепта я использую тыкву. Это сорт неаполитанский мускат. Я в этом году выращивала. Очень понравился мне этот сорт в приготовлении. Нарезаю небольшими кусочками и складываю в кастрюлю. Дальше беру яблоки. Лучше использовать зеленые. Это яблоки домашние, кисло-сладкие. К сожалению, когда я их покупала, не спросила какой-то сорт. Также нарезаю небольшими кусочками и отправляю в кастрюлю к тыкве. Для начала добавляю 200 грамм воды чистой. Это для того, чтобы тыква поначалу не пригорела. Дальше тыква сочная, яблоки сочные. Они выделят сок. Этого хватит, чтобы все это протушилось. Ставлю на медленный газ буквально на полчаса. Пока тыква и яблоки томятся, я подготовлю баночки. Банки стеклянные, так как тыквено-яблочное пюре идет у меня для хранения. Банки я использую объемом 80 грамм и 100 грамм. Самый удобный объем для меня. Банки хорошо вымываю с содой. Затем обязательно нужно их простерилизовать и крышки тоже. Обязательно в процессе тушения помешивайте. Сахар сюда не добавляется, потому что это пюре детское, для первого прикорма. Прошло буквально 25-30 минут. Тыква и яблоки стали мягкими. И теперь все это нужно будет пропустить через блендер. Блендер я использую с чашей, но пюре можно сделать и с помощью погружного блендера. Ставлю я на программу смузи. Итак, пюре готово. Посмотрите, получается и не жидкое, и не густое то, что нужно. Все-таки сорт тыквы и яблоки у меня сочные. Больше жидкости я не добавляла сюда. Но если у вас пюре получается густовато, добавьте домашнего яблочного сока. И будет тогда все хорошо. Сейчас я ставлю на медленный огонь. Довожу до кипения. Даю 5 минут прокипеть. И буду раскладывать уже по баночкам. Итак, пюре готово. После закипания прошло буквально 5 минут. И не выключая газ, на медленном режиме, я раскладываю по стерилизованным баночкам. Пюре накладываю по самое горлышко, не оставляя пустот. Ну и так, чтобы при закрывании крышки у вас не вытекало все обратно. И так же стерилизованной крышкой я баночку затягиваю. Следите, чтобы здесь не было никаких воздушных пузырьков. Все, и теперь вот так я переворачиваю крышкой вниз. Следующая баночка. Это банки по 80 грамм. Самый удачный, самый удобный объем. Потому что маленький ребенок за один раз много не съедает. И чтобы в холодильнике открытые баночки не лежали. Самое то маленькие. Когда ребенок уже постарше, можно использовать банки по 100 грамм. Но не больше. Такие баночки хранятся как и в прохладном месте, так и в квартирных условиях. Прекрасно. Я их храню не более полугода. Срок хранения. Получается пюре очень вкусное, даже без добавления сахара. Я рецепт, конечно, оставлю под видео в описании. Зайдите, посмотрите. Но вообще, я сегодня готовила так. 2 килограмма тыквы, 1 килограмм яблок. То есть вы берете 2 к 1. И все. Ну и если у вас пюре густое получается, конечно, вы немножко разбавьте домашним яблочным соком. Вот так получается очень вкусно. Тыква у меня не сильно сладкая, неаполитанский мускат, но за счет яблок есть сладость. Ну и небольшая кислинка. То есть не такое пресное пюре получается. Детям очень нравится. Как и маленьким, так и уже постарше. Тоже с удовольствием едят. Смотрите, какие красивые получаются баночки. Ну сейчас я продолжу закрывать. Это баночки уже объемом в 100 грамм. В них еще удобно делать яблочное пюре для деток. Хороший объем. У меня на канале, кстати, есть видеорецепт яблочного пюре. Я оставлю ссылку под видео. Зайдите, посмотрите. Только я туда добавляю немножко сахара. А когда я для маленьких деток готовлю, то сахар не добавляю вообще. Яблоки использую зеленые. Очень вкусно получается. Обязательно попробуйте. Итак, тыквенное яблочное пюре для маленьких деток готово. На выходе у меня получилось 27 баночек. Это по 100 грамм, по 80 грамм. Здесь немножко в остатке. Сейчас я банки перевернула. Накрою теплым одеялом. И обычно получается, что вечером я готовлю, а уже на следующее утро я баночки переворачиваю и убираю уже на хранение. Рецепт очень простой и очень вкусный. Обязательно попробуйте. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока!